Когда-то мы с вами говорили о стоимости британских школ, а сегодня решили рассказать вам о стоимости обучения в Швейцарии и конкретно о том, сколько стоят частные школы в Швейцарии. Бонжую миза мисс на французском, халлоу фраунда на немецком, чао амичи на итальянском, ну и конечно привет друзья на русском. Четыре национальных языка в Швейцарии. Представляете, в стране с населением восемь с половиной миллионов людей. Только в Москве почти тринадцать миллионов. Нет, русский конечно не четвертый язык, если вдруг вы уже обрадовались. Четвертым официальным национальным языком является ритерманский. Но я просто не нашел в интернете, как сказать привет друзья на ритерманском. Я думаю, что кто-то из вас даже и не знал, что такой язык вообще существует. А он существует и еще является национальным языком в Швейцарии. Правда, на нем разговаривает меньше одного процента всего населения. Я думаю, что в Швейцарии больше людей разговаривают на русском, чем на ритерманском. Меня зовут Адиль и я специалист в области зарубежного образования компании Мариади с почти уже двадцатилетним опытом. Немного отвлекся от темы частных школ в Швейцарии и их стоимости, за что приношу свое ссори. Хотя четыре национальных языка это также показатель того, что сама система среднего швейцарского образования тоже очень разнообразна в зависимости от кантона, в котором находится школа. Об этом я подробно рассказываю в отдельном выпуске. Ссылку поставим в описании под видео. Там же будут подсказки того, как можно связаться с нами для того, чтобы получить свою бесплатную консультацию. Итак, большинство школ-интернатов в Швейцарии это не очень крупные учебные заведения. Скажем, школа на 300-500 учеников считается довольно большой. Конечно, есть исключения. Как правило, они совмещают полный пансион и дневное обучение. Впрочем, и юным швейцарцам зачастую удобнее жить прямо в школе. Это дает возможность участвовать в самых разных интересных мероприятиях, которые устраиваются вечером или в выходные дни. Многие выбирают вариант с проживанием в будние дни, отправляясь домой в выходные. Так выходит несколько дешевле. Кстати, средний размер зарплаты в Швейцарии после уплаты налогов составляет около 6500 франков в месяц. Поэтому учеба в хорошей платной школе доступна не всем. Кто не в курсе, швейцарский франк на момент съемки этого видео стоил дороже на 0,1. Один франк это 1,1 евро. Сколько же стоит само обучение в частных школах Швейцарии? Все, конечно, познается в сравнении. Поэтому сначала напомню о том, что обучение в Великобритании в частной школе с пансионом в среднем обходится родителям от 33 до 38 тысяч фунтов в год. Кто не разбирается в фунтах по сегодняшнему курсу, это примерно 38-44 тысячи евро в год. Это, конечно, вместе с пансионом. То есть с проживанием. Для европейца цена приличная, но не чрезмерная. Что интересно, частные международные школы в Москве в среднем стоят столько же, сколько стоят британские школы, если сравнивать стоимость обучения без пансиона, так как большинство школ в Москве именно без пансиона. В Швейцарии же частное среднее образование на пансионе выходит еще дороже. Как шутят наши соотечественники, жить на курорте всегда недешево. А эта страна и есть такой огромный горный курорт с чистым воздухом, прекрасной природой, замечательными видами и очень качественными продуктами. Размеренная и спокойная жизнь позволяет избегать стрессов. Здесь нет даже мегаполисов. В Цюрихе, крупнейшем из местных городов, примерно 350 тысяч человек. Стоимость обучения меняется, и это нужно учитывать при поступлении. Однако в большинстве случаев надо рассчитывать на сумму внимания. Не менее 55-60 тысяч швейцарских франков в год. Примерно от 65 тысяч евро в год. То есть минимальная стоимость швейцарских школ уже в полтора раза выше средней стоимости британских школ. Приведу несколько конкретных примеров. Одна из самых дорогих школ не только в Швейцарии, но и во всем мире это институт Авдам Розенберг. Кстати, партнер нашей компании Мариаде, как в принципе и все другие школы и не только в Швейцарии. Вся оплата за обучение в этой школе делится на базовую и индивидуальную часть. Базовый сбор в размере 93 тысяч швейцарских франков за академический учебный год включает в себя академическое обучение, школьные обеды, бесплатные совместные учебные курсы и курсы легкой атлетики. Средняя же индивидуальная плата составляет примерно 47 тысяч швейцарских франков за год. В эту сумму входит плата за медицинское страхование, специальные диетические какие-то требования, стирку, категорию комнаты, индивидуальные учебные модули, платные экзамены, поездки и экскурсии, личные расходы в том числе. В общем, плата дополнительная за комфорт проживания и обучения и за возможность выбора. Итого выходит около 140 тысяч франков в год. Это примерно в 4 раза дороже средних британских школ. Перед тем, как я приведу вам еще пару примеров, хочу обратить ваше внимание на то, что головной офис нашей компании находится в Лондоне. И мы, конечно, знакомы со школами Великобритании не менее, чем со школами в Швейцарии. И также помогаем своим клиентам бесплатно с выбором и поступлением в британские школы. Но если вы окончательно решили, что школа будет только швейцарская для вашего ребенка, то в описании под видео поставим ссылки на наши видеообзоры самых классных школ в Швейцарии. Обязательно пройдите после просмотра этого видео. Итак, еще один пример стоимости частной школы в Швейцарии Институт Монтана Зугерберг. Обойдется вам примерно в 61 тысячу швейцарских франков в год. Единовременный вступительный взнос 3,5 швейцарских франков. Тысяч, конечно. Затем также платится депозит, который возвращается в большинстве случаев, если только причины ухода из школы не были совсем уж некрасивыми. Депозит равен 5000 швейцарских франков. На личный счет, который используется для оплаты, скажем, экскурсии или прочих расходов, следует тоже положить еще 5000 швейцарских франков. Итого с депозитом выходит примерно 74 тысячи с половиной тысяч франков за эту школу. Еще одна очень известная международная школа в Швейцарии, St. George's International School, тоже наш партнер, берет от 5000 до 8,5 тысяч в качестве admissions fee. Депозит 4000 франков. Стоимость обучения и проживания от 8000 до 105 тысяч в зависимости от года обучения. Клубы, которыми управляет школа, лыжный лагерь и катание на лыжах включены в стоимость обучения. Но можно также, конечно, добавить и другие дополнительные занятия. Вообще суммы и пункты в вашем инвойсе могут быть разными, но школы, как правило, очень тщательно расписывают, за что они берут деньги. Обучение, проживание, питание, секции, поездки и так далее. Но расписывают не все сразу в момент поступления. Многие статьи уже появляются в процессе. Если вам предлагают изначально обучение за очень низкую для Швейцарии плату, например, за 40 или даже 50 тысяч франков, стоит насторожиться. Возможно, вас не устроят условия проживания, или не устроит программа обучения, или расположение школы. И, скорее всего, это будет просто такая базовая цена, на которую потом, как налипкий снежный ком, будут налипать дополнительные расходы. Стоит отдельно посчитать и расходы на шоппинг и кафе. Например, обед в Макдональдсе это 10-15 франков. Биг Мак обойдется примерно в 7,5 франков. Цены на продукты или одежду нередко до 50% выше, чем в среднем в Европе. Правда, качество покупок будет, скорее всего, отличным, да и акции или распродажи позволяют также сэкономить. После того, как мы с вами выберем школу для вашего ребенка, наши специалисты компании Мариаде распишут вам все возможные расходы от начала до конца. Никто не любит сюрпризов в подобных вопросах, даже самые состоятельные люди. Деньги, как говорится, любят счет. И желательно его делать, этот счет, в момент заключения сделки, а не после. Ведь так? В целом, стоимость жизни и обучения в Швейцарии компенсируется, конечно, компенсируется качеством образования и стабильностью, которой по праву гордится эта замечательная страна. Готовы ли вы платить все эти блага? Решать вам. Так или иначе, мы в компании Мариаде поможем вам сделать правильный выбор, ибо знакомы со школами, разными системами образования, конечно, не только в Швейцарии. Знакомы лично, а не по рекламным каталогам. Я лично знаком с директорами многих школ в Швейцарии. Пройдите на наш YouTube-канал, и вы поймете, что я не шучу. А в описании под видео будут также ссылки на другие видеообзоры, наш дежурный номер WhatsApp и Telegram. Пишите и звоните нам. Мы всегда на связи. Авторский канал Адиль Ермека. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTill. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...